Бумер в песке. Житель Балхаша выехал на городскую набережную на машине. Вступила в силу. Вышло новое постановление главного санитарного врача Балхаша. Автостанция на сегодняшний день по городу Балхашу закрыта. Теперь еще ярче. На перекрестке улиц Мира и Карамин-Диби установили новые светофоры. Поменены на более новые стойки, новые светофоры транспортные. С сегодняшнего дня санврач разрешил работать спорткомплексом и фитнес-клубом. При этом в помещении не должно быть больше 30 человек. Дезрежим обязателен. Также запускаются спортивные тренировки для детей исключительно в отдельно стоящих зданиях. Школьные секции все еще на карантине, как и междугородные сообщения. Междугородные перевозки на сегодняшний день. Автостанция на сегодняшний день по городу Балхашу закрыта. Перевозок по городам от нас не будет. У нас открыты только перевозки именно Караганда-Абай, Караганда-Сарань, Караганда-Шахтинск, Караганда-Шахан, Караганда-Тапар и Джисказган-Сатпаев. Пока по нашему городу вопрос автостанции еще закрыт. Посещение бассейна по-прежнему запрещено. Разрешены охота и рыбалка. Вопрос по детским садам остается открытым. В планах запустить их 25 мая. Точная дата начала приема детей в дошкольные учреждения будет определена главврачом Караганинской области с учетом эпидемиологической обстановки. Время открытия кафе и ресторанов, как и зон отдыха, отодвинуто на неопределенный срок. Еще я хочу остановиться на объектах общепита. Сейчас довольно-таки частый вопрос объекта общепита. Сегодняшним постановлением это не оговорено. Я еще раз говорю, что послабление именно с 18 числа шло решением госкомиссии этой республики Казахстан. Потом далее идут послабления на территории, на территории Караганинской области, с учетом эпидемиологической области, пока у нас послабления именно на объекты общепитов нет. 24 балхажца с начала года покусали собаки. Бродячие животные держат в страхе жители частного сектора. Подробности в сюжете. Трость для 61-летнего жителя поселка Техснаб Юрия Толбатова не только опора, но и защита. Мужчина отошел от дома всего на 100 метров, но уже боится, что на него нападут собаки. Идешь обычно с чем-нибудь, палку берешь или сам, потому что бог ее знает, откуда она вылезет. Зимой толпы тут собак эти ходят. Я ей не убежать, ничего не смогу. Вот, как вот этот вот хозяин этого дома, его же погрызли собаки. Опасно не только возле дома. Бродячие стаи ходят на пустыре. Полтора километра до остановки, как минное поле. Весь поселок, пересказывает кусачие хроники. Теперь туда, вот последняя самая дача, там ноги икры повыдергивал. Теперь вот Женя там живет у нас. Два раза уже на него налетало. Потом вот мужчина шел, палку взял, думал, что палкой ударил. Какой там палка, только рукой махнул, он вот так кинулся сразу же. Он все, он без предупреждения кидается и все. Врачи предупреждают, если пострадали от собачьих зубов, срочно в больницу. Но в скорую помощь обращаются не все. С начала года медики насчитали 24 укушенных. Среди них шестеро детей. Каждому вводят препарат против бешенства. В основном обращаются пациенты, которых укусили собаки без хозяина, то есть бродячие собаки. Проводится вакцинация против бешенства, такие как антирабическая и эквераб. Далее эти пациенты получают вакцинацию по схеме, то есть первая по обращению в приемном покое, а остальные вакцинации продолжаются на уровне поликлиники по месту жительства. Отловом собак в Балхаше занимается ветеринарная станция. Жители сами могут оставить заявки по телефонам. По ним бригада выезжает и ловит пройдячих животных. Три дня их держат в вольере в ожидании хозяина. После усыпляют. По телефону мы узнаем адрес. Потом выезжаем на отлов. С начала 2020 года было 38 заявок. По ним отловились 658 собак и кошек. Работа дальше продолжается. У нас стоят в вольеры. Несколько дней держим там собак. Жители Балхаша обнаружили мертвых раков на берегу озера. Видеоматериалы присылали в редакцию сразу с нескольких точек набережной. Наши журналисты разузнали причины гибели фауны. Это видео прислал один из местных жителей. Прогуливаясь по берегу на старой площадке, он увидел мертвых раков. Некоторые были полуживые и шевелили конечностями. Тревожный сигнал приняли в научно-исследовательском центре рыбного хозяйства. Они предполагают, что причина гибели раков не в воде. Пробы взяли в трех точках акватории. На городской набережной, напротив медколледжа и в районе старой площадки. Нам были доставлены сегодня три пробы воды на гидрохимические анализы. В связи с этим мы сейчас проводим данные анализы. Будет определено органическое вещество, будут определены биогены в воде. Это соединение азота и фосфора. А также будет проведен анализ на ионно-солевой состав. Результаты анализов будут готовы через несколько дней. Обследовав береговую линию, специалисты не обнаружили массовых скоплений мертвых животных. Причиной гибели данных конкретных особей могло послужить отравление употребленными в пищу веществами. В воде бы обнаружилось не только рак, но и остальные гидробионты, в том числе и рыбы, и кормовая база. Они бы сразу вышли на берег, и бы мертвые экземпляры, полумертвые, эти экземпляры все были бы отмечены. Но в нашем случае только на видео, которые в социальных сетях, ну и в мессенджерах, ватсапах, которые распространяются, это именно рак. Больше 90 тысяч тенге штрафа выплатит Балхашец за въезд на городской пляж. Вечером 16 мая житель города загнал легковую машину на прибрежную полосу. Незадачливый автолюбитель проигнорировал запретительные знаки и возмущения отдыхающих. На этих кадрах видно, что водитель подъехал вплотную к линии воды. В результате колеса БМВ застряли в песочном плену. Транспортное средство пришлось эвакуировать при помощи спецтехники. За свой дерзкий поступок автовладелец выплатит штраф в 33 МРП, это 91 тысячи тенге. Он нарушил сразу три статьи административного кодекса. Водитель пересек запрещающую разметку, не смог предоставить документы о праве вождения. Кроме того, машина оказалась в ненадлежащем техническом состоянии. Прямо с пляжа машину доставили на штрафстоянку. На перекрестке Мира Карамин-Диби заменили 12-летние светофоры. Новые устойчивее и горят ярче. Регулировку на перекрестке вручную выполняли полицейские. От демонтажа до полной установки нового светофора ушло 4 дня. На 4-метровые опоры прикрепили по два светофора. С современным дизайном и отсчетом времени. Такие же появятся и на перекрестке Кадыржаново-Олиханово. Данный перекресток сделан в рамках обеспечения безопасности дорожного движения. Поменят на более новые стойки, новые светофоры транспортные. Глазок у них на 300. Более яркие диоды. Имеют индикацию отчета времени. Имеют пешеходные светофоры. Дизайн новый. Балхашцам пополнят баланс на 1000 тенге, если они докажут факт невыдачи чека. Через специальное приложение нужно отправить жалобу с указанием названия магазина и суммы чека. Приложение в айпон нужно скачать на мобильный телефон. Там же принимаются жалобы о просрочках, некачественных товарах. Если факт нарушения подтвердится, заявитель получит вознаграждение. Цель данной акции – повышение гражданской активности, а также стимулирование добросовестной конкуренции среди предпринимателей. Все направленные обращения будут рассмотрены органами государственных доходов.